18 июня в календаре чемпионата России по мотоболу стояла игра с ковровцем. Однако эта встреча состоялась чуть раньше, и поэтому у тренерского состава появилась возможность провести контрольную игру по подготовке к чемпионату Европы. Команду поделили на две части – сборной России номер один и номер два. За первую играли спортсмены основы, а вот вторую представляла молодежь. Сборная команда России-2 представлена молодежным составом, супермолодежным составом. Лишь Никита Семин, десятый номер, и три совершенно молодых парня, 15-16 лет, довольно задорно, довольно прилично, довольно красиво играют сегодня против сборной команды номер один. Несмотря на то, что сборная один была в ослабленном составе, травмирован Антон Гусев и не было Геннадия Мыца, игра закончилась со счетом 10-3 в их пользу. Это еще при условии, что за вторую сборную в воротах стоял Алексей Семенов. Он не единожды спасал свою команду, что подтвердил судья матча, а в недавнем прошлом – основной вратарь «Металлурга» Александр Сосницкий. Какая бы там игра ни была, тренировочная, нетренировочная, он должен стоять. Сегодня у него нормально все, отлично. Хоть и счет первая сборная выигрывает, но много мячей Алексей, таких рабочих, хороших выручил команду. Так держать, то есть он первый номер сборной, надо доказывать. Для того, чтобы внутри поля посмотреть на действия спортсменов, вышел судить эту встречу и главный тренер сборной Валерий Нефантьев. Он отметил, что ошибки были у двух команд, в том числе и у основы. Но до Европы осталось полтора месяца, и еще есть время все исправить. Время есть, и еще игры у нас серьезные с Колосом, с Тихорецком. То есть основной состав сборной сейчас будет играть все время вместе в этих основных ведущих играх чемпионата России. Поэтому я думаю, что есть время еще кое-что исправить. Все, естественно, не исправишь, ошибки были и будут всегда, но желательно, чтобы было меньше. Спортсмены уверены, что смогут преодолеть все трудности и препятствия, в том числе и те, которые в последнее время преподносят нам европейские судьи. В последнее время это все связано с политикой. Нет, руки мы не будем опускать, но сейчас, как увидели мы календарь, они тоже уже подготовили первый день. Две игры в полуфинале, две игры только России поставили. Ну, будем терпеть. Мы, значит, должны еще сильнее подготовиться, чтобы выступить достойно. Тренерский состав определился и назвал кандидатов в сборную, которые будут представлять страну на чемпионате Европы в конце июля в голландском городе Бюдель. В сборной вратарей, значит, Пушкарев, Семенов, но это пока, пока, там у нас травмы еще неизвестно. А игроки Гусев, Антон, третий номер Сосницкий Владимир, капитан команды, четвертый номер Геннадий Мыц, пятый номер у нас Крошка Сергей, шестой номер Волков Алексей, седьмой номер Гусарев, Антон, восьмой номер Дейцина Роман, девятый номер Крештопа Иван и десятый номер Семин Никита. Всего команду России могут представлять 10 спортсменов, кандидатов на одного больше. Пока у многих равные шансы, но время покажет.